Смотрим, что у нас здесь за телефон. Так, вот такая у нас посылочка пришла. Кстати, китайцы пишут, чтобы не писать, что здесь телефон лежит, они пишут MP4-плеер подарок. Цена 20 долларов. Ну, телефон, конечно, стоит не 20 долларов, он стоит дороже. Кодок, собственно, все равно он стоит гораздо дешевле, чем проходная сумма на таможне. На таможне, по-моему, если не ошибаюсь, насколько мне память не изменяет. Можно проводить товар до 150 долларов, кажется, что-то такое, ведь до 200 долларов. А, 150 евро, точно, 150 евро. Вот, так, вот, у нас здесь пришел N76. Вот, у нас, естественно, клейчка стоит, такая у нас коробка синяя. Вот, с Алиэкспресс почти все телефоны Nokia приходят вот в таких вот коробках. Ну, есть и другие, конечно, я не говорю, что они именно под копирку все одинаковые, нет. Есть и другие коробки. Но, в основном, приходят вот в такие коробки. Так, заглядываем вовнутрь. Здесь у нас сервис-карт есть. Вот такой вот можно, лаки-бокс какой-то. В общем, здесь QR-код, здесь его можно сканировать, и куда-то вы там будете переходить. Здесь вы пишете свой адрес, return registration form. Это если отправлять назад, будет, вдруг у вас какие-то проблемы. Хотя проблем у меня, в принципе, не возникало. Да и раньше, в принципе, если были проблемы с каким-то телефоном, допустим, ну, то я отправлял, просто открывал спор, и все, в общем-то, в порядке, все менялось. Причем, бывало такое, что телефон на обмен идет гораздо быстрее, чем когда ты заказываешь. Ну, я имею в виду, когда вот я отправил, допустим, человек через неделю, получил у Китая через неделю. И мне через неделю приходит, блин, телефон. Офигеть можно. А было еще такое, когда отправлял телефон, вот, и китаец, под честное слово, мне, вот, я написал ему, что у меня телефон сломался, он в тот же день, короче, мне отправил новый. Ну, я думаю, как бы нормально, круто, блин, отправил ему его поломанный. Вот, я не стал его дурить, там, зачем с человеком дальше работать. Вот, зачем обманывать, правильно? Вот так, так, здесь у нас сам телефончик, кстати, вот. Тут у нас наушники, обычные, с гарнитурой, надпись у нас здесь Nokia, такие вот у нас наушнички обычные. Я их не юзал, не знаю, что за качество, ну, наверняка какие-то дешевые, максимум, ну, бакса 2-3 стоят, не больше. Так, тут у нас зарядное устройство тоненькое, и USB кабель. USB, кстати, обычный, вообще, самый обычный еще, который, вон, смотрите, даже не микро-USB, обычный USB. Это, по-моему, а, это мини-USB называется, точно. Мини-USB. Вообще, хрен, хрен, что разбери. Так, отложим это в сторонку, и посмотрим сам телефончик. Так, телефон у нас черного цвета пришел. Здесь у нас отдельно кинули EMA, Made in Finland, все дела. Вот такой вот у нас EMA. Положим туда, и смотрим наш аппаратик. Так, аппаратик блищит у нас, там вот такая вставочка глянцевая. Вот сам аппарат выглядит очень-очень хорошо. Вот эта штучка матовая, и она, кстати, такая приятная на ощупь бархатистая. Вот знаете, как в айфонах 4, 4S, там такой материал классный был, потому что вот не хотелось из рук распускать, постоянно вот гладил там стекло. И здесь то же самое. Так, тут у нас динамики снизу, вот они. Вот такие вот здесь динамики, да. Вот у нас лицевая панель, наружная. Здесь у нас второй экран, кстати, он тоже цветной. Что очень хорошо, кнопки управления, то есть этот телефон идет как музыкальный плеер. И телефон два в одном. Вот такой вот у нас аппаратик. Вот так вот у нас переливается, блещит. В общем, выглядит неплохо. Сейчас мы его откроем крышечку, потому что у нас там наверняка залепили батарейку. Да, так и есть. Это чтобы по дороге телефон нечаянно не включился. Вот так вот у нас внутри выглядит. То есть все хорошо у нас. Сеточка такая. В общем, я не знаю, что это такое. Да, в общем, не важно. Главное, что телефон должен работать хорошо. Да и... Бог с ним, что там, где там под сеточкой лежит, какая разница. Так, легко закрывается, легко открывается, очень хорошо. Так, это у нас... Что это у нас такое? А это у нас разъем под microSD, походу. Или под... Сим-карту, не пойму. Да, под microSD, кажется. Кажется, кажется. Подожди. А, ну... Сейчас посмотрим. Кажется под microSD. Так, ну тут разъемов никаких нету. Да, это под microSD, а вот под сим-карту, короче. Здесь, по-моему, да? Это разъем? Что-то я не пойму, как-то не сталкивался с этим. Ну ладно, не важно. Такой вот у нас внутренний вид аппарата. Вставляем и включаем телефон наш. Так, а где включать? Кнопка включения у нас сверху. Тут же у нас USB-шка находится. Только что-то, не пойму, заглушечка каких-то. А заглушечка-то от того. О, ребятки, да. Угу. Что-то с ней не лады. Оторван. Придется как-то писать китайцу, что за дела. Буду долбить ему. Пускай мне скидку делает. А что, что за х***? Там, блин, вставил нас тысячи. Вообще х***. Так, скидку с него, блин, 5 баксов как минимум. Собью. Так, вот у нас телефончик включается. Он сам телефон рабочий. В этом я не сомневаюсь. Но вот этот, конечно, с заглушечками не очень порадовало. Заглушечка, конечно, да. Китайцы. Будем с него скидку сбивать. У нас цветной экранчик. Так, включился он, да-то у нас требует. Да не надо мне. Поехали. Так, сейчас нам надо язык, походу, угостить, да? Так. Ну, типа... А, не сюда. Не сюда мне надо. Надо вот эту кнопочку нажать, короче. Вот. Так, зашли в нюшечку. Сустим. Смотрим. Так, ну-ка. Походу сюда. А здесь... Аутгемия. Программа. Это что, немецкий язык стоит, что ли? Персонализация, дисплей, не туда. Да, походу, немецкий язык стоит. Аутуматик, так. Нам нужен русский. Украинский здесь тоже, кстати, есть. Румынский есть, еще там какие-то языки есть. Да, немецкий язык тут стоял. Неприкольно у них немецкий язык. Так, перезагружается сейчас. Телефончик перезагрузится и будет уже у нас здесь русский язык. Кстати, на клавиатуре тоже русские буквы, вон, как видите. Есть русская раскладка, русский язык на телефоне. Как видите, тоже есть. Все хорошо. Можно покупать. Единственное, что... Ну, в принципе, ну, это такой, в принципе, косяк небольшой, так что... В принципе, не страшно. В принципе, не страшно, с этим можно и по месту разобраться. А скитается я деньги собью. Еще и в наваре останусь. Вот такой вот у нас дисплейчик задний. Видите, плеер показывает там все дела. Раз можно сразу музыку включать. Нет, не водит. Хорошо. Ну, ладно. Нет, так нет. Вот так вот он у нас работает. Ну, в принципе, звук включать не буду. Где-то у меня уже там полно видео этих телефонов. Неоднократно раз заказывал. Вот. И звук там все есть. Камеру тоже нет смысла проверять, потому что, ну, чудес ждать не стоит. Телефон старенький. Поэтому камера здесь вполне обычная. Вот такой вот у нас телефончик. Да. Это у нас Nokia N76. Так что, ребятки, кому было видео полезным, ставим лайки, подписываемся на канал. Все. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok